И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 29 марта и сегодня который материал будет посвящен переговорам в Стамбуле. Вы знаете, когда я послушал то, что говорит руководство российской делегации, вы знаете, слово офигел это самое такое нежесткое слово, которое я при этом произнес. Только что завершились переговоры с украинской стороной, переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложение со стороны Украины для рассмотрения понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту и будет дан соответствующий наш ответ. Я могу со своей стороны сказать, что мы также делаем два шага под эскалацией конфликта навстречу. Одну из позиций сейчас огласит заместитель министра обороны по военной части, по политической, я скажу сразу после этого. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, извините, я озвучу краткое заявление Министерства обороны Российской Федерации. В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантии безопасности, переходят в практическую плоскость с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора Принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Исходим того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы. Более подробно о принятых решениях Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации сообщить по возвращении нашей делегации в Москву. Ну и также я хотел бы обратиться к представителям Украины и призвать Украину строго соблюдать Женевской конвенции, в том числе, что касается гуманного обращения к военнопленным. Мы призываем тому, чтобы исключить вообще практику пыток, применяемых нашим к российским военнопленным, и призываем к тому, чтобы украинская сторона приняла исчерпывающие меры, чтобы исключить эту практику. Спасибо. Да, я хотел бы добавить, что что касается вопроса встречи руководителя государств, мы с самого начала говорили о том, что эта встреча возможна. Возможно тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработан переговорщиками и министрами иностранных дел. То есть предлагаемый формат был следующий. Сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встречи, после этого обсуждается возможность встречи руководителя государств для подписания этого договора. Это непростой вопрос, тем более, что встречи предполагают возможно многосторонние с участием государств-гарантов мира и безопасности на Украине. Однако мы после сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможно одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более, что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей. Таким образом, при условии быстрой работы по договору и нахождении требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе. Спасибо. Знаете, первая мысль, которая у меня возникла, это мы на пороге Минска-3. Единственное, что пока меня удерживает от однозначного вывода, это то, что накал боев в районе Донбасса он не прекращается. Более того, я вижу операцию по окружению Донбассской группировки вооруженных сил Украины, она уже, по сути, на финальной стадии, то есть, она уже, подготовительная часть ее закончена, и бои в этом районе, по моим данным, продолжаются, или не даже, я бы сказал бы... Ну, и также я вижу набор добровольцев по всей России для дальнейшей работы на Украине. В большом, огромном количестве, и это пока на самом деле меня успокаивает. Тем не менее, я присоединяюсь к вопросу, который мне задали за последний час, наверное, порядка 100 человек. Что это было? И чего нам стоит ожидать в ближайшее время? И этот вопрос, который, подчеркиваю, мне задали буквально люди, которые сейчас находятся на территории Украины, и которые делали все от них зависящее, чтобы освободиться от нацистского режима, этот вопрос я переадресовываю руководству Российской Федерации. На этом у меня по этой теме на сегодня все. Сегодня эфиров больше не будет. До завтра, как говорится, утро вечера мудренее.